Словно-произначало, просто вам... Да, вы можете говорить сейчас? Здесь вон компьютер, да? Да, да. Вы включаете компьютер, вы меняете, я вас расскажу. Я скажу просто два слова, я буду функционировать, попросту умеете. А, да, значит. Мы разделились на три группы, внутри нашей цифровой группы, и каждая группа, состоящая из шести-семи человек, делала свой мультимедийный проект. И задача группы была придумать тему, объяснить, для какой аудитории готовится эта тема, разработать ее для онлайна, то есть подумать, в каких жанрах, какие жанры мы используем, мультимедийные жанры, все написать, снять, собрать информацию, и, что очень важно, разместить в интернете, разместить, создать. Могу для этого разместить так, чтобы это был готовый мультимедийный проект. В каждой группе был главный редактор, и вот, собственно, сейчас главный редактор будет представлять свои результаты. Как вы думаете, это? Да, я думаю, что я думаю, что я думаю, что я думаю. Я сейчас посмотрю. Так, как мы приехали за семинар, и нам довелося працювати с белорусской обреагацией, за что мы очень вдячны организаторам, мы решили обрати тему «Белоруссия и Украина перед ним небом». Так, как мы ее сусидами, мы можем стать вообще великой родиной, то нам хотят поговорить про Белоруссию, что знают про Украину Белоруссия, что знают и украинцы про Белоруссию. И первое наше задание, которое мы писали перед собой, это провести опитывание. Попитывание мы провели, были такие, украинцам были покажены, вопрос о Белоруссии, кто есть в столице, кто есть в столице, кто язык, кто язык и другие вопросы. А Белоруссия были такие же, только про Украину. Из этого мы сделали диаграмму, мы снимаем письменно на диаграмме. Было всего опитано 5 Белоруссий и 5 Украинцев. В результате Украинцы ответили правило 31 вопрос, а Белорусы на 50 вопрос. Это можно увидеть на диаграмме. Также мы спросили Белоруссию и Украинцев, с чем ассоциируется Украинцев, а с чем Украина. Это вы можете на видео. Вы можете на видео, Я не могу написать видео, но это может быть хорошо. Вы уже готовы. Вы готовы. Вы готовы. Вы готовы? Вы готовы? Вы же не готовы. Вы готовы. Люди были на улице. И на улице, и... А, руси, и, везде... Вы готовы. Вы готовы. Ну... Взяла в том максимум... Насколько лет уже будет? На компьютере попробуй. А, да, да, да... Удачи с компьютерами. Так. Продолжение следует... 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 тема повинна быть актуальной, тема повинна быть цикавой для той аудитории, которая тут собралась. И как люди, кем... Ну, перш за все наши читачи и наши глядачи — это вот эта аудитория. Потому что на это и рабили ставку. Там и пытания проводились роды, крытые аудитории. И я после читачьего глядача так само выбрали крытую аудиторию. То есть это было головное, что мне потребовалось. Потом я отпустила и сразумела, что гэтым детям, что они, да, какую задачу перед ними не поставили, но сделать все. Разумеете? И я думаю, что когда была другая, третья, четвертая тема Сиронов, я на ней срабили цикавый. Сиронов трошечки креативный, вместе так трошечки своего погляду. Схиляю голову перед вами, дети. Дякую вам за супрацовнество. И я так думаю, что будучи Украиной в надзейных руках. Я хочу додати, что эта группа, она единственная, которая не сидела ночами. Но насколько я видела, что мы первыми справились. Нет, я не знаю, я не знаю. Я не знаю, что это такое, что это такое, но мне повлилось уважение. Принайменно, с моего боку, как-то меньше, вымажали уважение и вкручание. Потому что и техническая подготовка Иван взял на себя всю техническую часть, всю часть дизайна, и все сказали, я занимаюсь вопросами дизайна. И вот все там платежи, поединения проповедей, весь дизайн, все оформлено. Мне тоже понравилось, как они очень четко поделили задания между собой. И вот моя жена, как бы, стучать не сбоку, загалили бы. Они что-то сидят, они что-то слушают, что-то смотрят. И, ну да, давай-давай-давай-давай-давай.